День рождения Легкоатлет Займудин Семедов отправился в одиночный забег И о том, как дагестанский платан вышел на первое место в европейском конкурсе через несколько минут Министр внутренних дел по Республике Дагестан, генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов Поздравил бойцов полка патрульно-постовой службы полиции УМВД с Днем образования Глава ведомства поблагодарил личный состав за ежедневную кропотливую службу Он отметил, что подразделение было создано 30 лет назад И его работа является особо ответственной и сложной Отличившимся сотрудником полиции Абдурашид Магомедов вручил ведомственные награды В ходе мероприятия руководство и личный состав МВД почтили память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей Возложив цветы к мемориалу на территории подразделения В настоящее время и личный состав Министерства внутренних дел и полка патрульно-постовой службы Работают, выполняя те повседневные задачи, которые перед нами стоят И надо нам с вами высоко нести это знамя Исторический парк «Россия. Моя история» сегодня посетили участники военных сборов, которые проходят на базе Каспийской флотилии Гостям провели экскурсию по интерактивным залам мультимедийного комплекса Особое внимание было уделено залу с региональным контентом «Мой Дагестан» Здесь размещена информация об истории, культуре и национальном многообразии Дагестана «Андийцы в совершенно иной языке, кто бесписывали, относятся к аватской этнической группе» Мультимедийные технологии позволяют узнать как можно больше интересного о республике, не покидая пределы столицы Стоит отметить, что военные сборы руководящего состава военно-морского флота Дагестан принимает на своей территории впервые В Дагестане отремонтируют более тысячи километров электросетей Работа по замене и ремонту сетей направлена на то, чтобы улучшить качество энергоснабжения жителей Дагестана Компания «Россети» уже не первый год ведет работу по повышению надежности энергоснабжения Снижению количества отключений в неблагоприятные погодные условия Ремонт электросетевых линий позволит снизить количество пожаров на объектах Аналогичные работы пройдут также и в других регионах Северного Кавказа Дагестан увеличил турпоток на 20% Об этом заявил накануне министр туризма Республики Расул Ибрагимов на итоговой коллегии ведомства После смягчения ограничительных мер начался устойчивый рост потока туристов А количество поездок восстановилось до значения доковидного периода Всего по итогам 2020 года Дагестан посетили около 900 человек При этом в прошлом году отмечался рост интереса туристов к отдельным локациям В частности вырос турпоток на Сулакский каньон Говоря о предстоящих планах, Ибрагимов рассказал о ряде проектов, которые будут реализованы в регионе Так будет построено 4 туристко-рекреационных комплекса и канатная дорога в Дербенте Наряду с достижениями в Республике еще сохраняются факторы, тормозящие развитие сферы туризма Такие как высокая степень физического и морального износа материально-технической базы инфраструктуры туризма И проблема отсутствия должной поддержки развития туризма со стороны муниципалитетов Каждый глава муниципального образования, если не будет погружен усилем муниципального образования в развитие туризма Подготовки своего турпродукта, формирования земельных участков Мы не сможем ни в федеральной программе включиться Сейчас будет реализовываться наш проект туризма Предусматривается финансирование Пробежать 370 километров за три дня Такую цель поставил перед собой дагестанец Займудин Семетов Легкоатлет-любитель стартовал 16 февраля в населенном пункте Куруш-Верхний А финишировать намерен в селе Куруш-Нижний На отрезке пути Махачкалах и Сайверт с марафонцем встретилась и наша съемочная группа Дождь, снег, порывистый ветер, мокрая и даже заледенелая дорога Ничто не сломило духа и не убило желание пробежать почти 400 километров в одиночку Для Займудина Семедова это уже седьмой марафон на длинные дистанции В свои 31 год он ставит перед собой цели быть не лучше кого-то А становиться лучше себя ежедневно Его мечта попасть в книгу рекордов Гиннеса Себе доказать и всем, что в жизни все возможно Надо только стремиться, стараться и все получится по воле Сложнейшим треком на всей дистанции оказался самый высокогорный населенный пункт в Европе Селение Куруш, перепады давления и суровые погодные условия диктовали свои правила забега И спортсмену пришлось замедляться, но рядом всегда была команда поддержки Мы просто по горам никогда не бегали и решили спуск 22 километра до Усухчая С Куруша до Усухчая без остановки пробежать, там большие спуски Добежал два часа, потом первый день мы решили бежать два часа и останавливаться 15 минут В течение 15 минут массаж, что-то попить, финик поесть В багажнике машины, сопровождающей легкоатлеток, конечно же, не только бутылки с питьевой водой Тут есть все, что необходимо – медикаменты и еда Бежать приходилось даже ночью Продолжительность трека два часа, а на остановку всего 15 минут К слову, за время отдыха даже присоединялись юные последователи Займудин рад быть примером для подрастающего поколения Однако не советует повторять подобный забег на почти 400 километров в холодное время года Сразу не стоит так вот, тем более погодные условия, видите, вот Пусть подготовится хорошенько, вот И если кто хочет, пускай постарается, да, вот Я думаю, все получится Одиночный забег, который начался в 9 утра с верхнего Куруша 16 февраля, завершится уже завтра утром В его родном селе Новый Куруш Там марафонцы обещали встретить как героя Завершился конкурс исследовательских работ и проектов под названием «Науки юношей питают» В нем приняли участие более 50 тысяч учащихся и 10 тысяч педагогов со всей республики Они подготовили более тысячи работ по 19 направлениям, такие как физика, химия и математика Церемония подведения итогов и награждения победителей прошла в Республиканском центре образования в Каспийске Поздравили конкурсантов, представителей власти, научной интеллигенции и общественники Мы очень хотим, чтобы наши дети, они все более, как говорится, последовательно и более крупными такими шагами Входили в мир науки, а в него надо входить с детства, как бы даже показалось, до школьного возраста У нас такие секции всегда присутствуют Поэтому очень важно, когда мы здесь все вместе создаем такие возможности для наших детей На церемонии закрытия презентовали лучшие работы участников конкурса Основная цель организаторов – это создать площадку для обмена опытом, определить лучшие практики И интересные идеи среди обучающихся и педагогов образовательных организаций Дагестана Дагестанский платан лидирует в европейском конкурсе Он вышел на первое место в конкурсе «Европейское дерево года 2021» В упорной гонке платан обошел Италию и Испанию На сегодняшний день за дзербентское дерево проголосовали 45 821 человек Организаторы конкурса призывают всех неравнодушных россиян поддержать платан из Дзербента Голосование продолжится до 28 февраля Пятеро дагестанских вольников пробились в финал чемпионата СКФО, проходящего в эти дни во Владикавказе В первый день соревнований на ковер вышли борцы пяти весовых категорий Основная конкуренция развернулась между хозяевами ковра и спортсменами из нашей республики Помимо медалей на кону путевки на чемпионат России, который пройдет в середине марта в Бурятии Дагестан на турнире в столице Аланьи представляют 60 спортсменов Право бороться за золото по итогам первого дня заслужили Абубакар Муталиев, Хасан Бадрудинов, Магома, Дибиргаджиев, Ада, Богомедов и Тажудин Мухтаров На этом у меня все, оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин